Век с 5 мая июня 2019 года Амбаканский городской социалистов Председатель Стращён, Среди Бойцов и Писковой, Росадов и Существом, Государственным Компьютерам, Аккуратам, Дискодеков, Союз, Холая, Готинкам, Большого, Подсудимого Вызова, Гитера Казаченко, Коварева, Аэрох, Морокосуева, Защитника Подсудимого Вызова, Кочувина, Защитника Подсудимого Аэрохова, Кандакова, Защитника Подсудимого Гитера, Адвокатов, Потапова, Клазимов, Защитника Подсудимого Казаченко, Адвоката Ягина, Защитника Подсудимого Ковалева, Адвоката Ягина, Защитника Подсудимого Кошунова, Адвоката Латыкова, Защитника Подсудимого Аэрохова, Адвоката Антона, Рассмотримый в открытом судебном заседании оборонные дела в отношении Гузова Владимира Михайловича Глинового в совершении поступления предстотной части 3 статьи 210, В частности, 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 в частности Субтитры создавал DimaTorzok в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210, 4 статьи 159. Бока Суева Евгения Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210, 4 статьи 159, 5 статьи 295. Первый уголовный кодекс Российской Федерации установил, в ходе судебного заседания от защитника подсудимой Ковалева адвоката дворяка поступило заявление об отводе председательствующему по уголовному делу. Обоснование своей позиции адвокат дворяк указал, что с момента предъявления Ковалева обвинения на него было уведомлено характеристики предъявленного обвинения, и было отсутствие гербализации индивидуальных действий Ковалевой, то есть степень комплектизации, которые можно соотносить с характеристиками объективной и субъективной сторонки, предъявленного Ковалева в орган следствия, прокуратура и судья предпочли отказаться от исполнения государственных гарантий, установленных по пунктамам 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, причем председатель, исключающий отказался от осуществления судебного контроля и исполнения приведенной нормы уже со стадии предварительного следствия, так стороной защиты в ходе предварительного следствия обжаловалось постановление следователя 21 мая 2018 года, и постановлением суда 28 июля 2018 года судья принесла постановление об отказе в принятии за ОДО указанным постановлением по умению адвоката, судья Босова фактически легализовала отказ органа предварительного следствия от незамедлительного и подробного уведомления Ковалева на понятном ей русском языке о характере и основании предъявленного обвинения. 10 октября 2018 года Босова приняла к производству настоящее дело и назначила предварительное слушание судебным решением от 11 декабря 2018 года председательствующий было вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства стороны защиты в отвращении уголовного дела по умению адвоката. Постановление суда от 11 декабря 2018 года председательствующий не указал на мотивы, по которым отверг довода стороны защиты, не указал мотивов, по которым отверг суждения специалиста-лингвиста. Таким образом, уже на стадии предварительного слушания председательствующий продемонстрировал готовность к отказу возложенных на него обязанностей, предусмотренных в части 3 ст. 7 КУК РФ в целях создания преимущества стороне обвинения. 24 января 2019 года стороной защиты была обеспечена явка ученого ленту Виста Коняшкина для участия в судебном заседании, для участия в качестве специалиста, однако стороне защиты была отказана, что демонстрирует готовность председательствующего приобретать законодательные оперативные запреты в интересах стороны обвинения. Описанное поведение председательствующего на фоне постановления 19 октября 2018 года о правлении срока содержания обвинения в каждом периоде судебного оперативства недвусмысленно предвешало вопрос о возвращении уголовного дела прокурору и свидетельствует о намерении председательствующего систематически создавать преимущество стороне обвинения путем ограничения стороны защиты в законных правах на основании изложенного с учетом определения Конституционного суда РФ 25 января 46. Адвокат Горяк заявляет о подводе председательствующему судебному судебному. Судимая Коварева выразила солидарность в позиции нашего правомянутого адвоката. Адвокаты князя Потапов, их подзащитный Гитлер, адвокат Якина, ее подзащитная Казаченко возражали относительно удовлетворения заявления адвоката дворяка об отводе председательствующему. Сторона защиты в лице подсудимых, выпасуя Рапушнова, Рокина, Гузова и их защитников относительно отвода председательствующих полагалось на усмотрение суда. Старcribed обвинение в лице государственных обвинителей возражало относительно удовлетворения заявления адвоката дворяка об отводе председательствующего. Выражая общее мнение, государственная обвинитель Яковского пояснила, что топоводы, приводимые адвокатом об обосновании заявления об отводе председательствующего являются надуманными голословными на субъективное мнение, а потом подъезжают к выполнению. Выслушать мнение участников, процессы приходят в угодоподхазе и удовлетворения заявления адвоката Горяка, поскольку обстоятельства, исключающие участие в студии в производстве по уголовному лилу, названному адвокатом, не приведено суждение адвоката Горяка о заинтересованности председательствующего по уголовному делу о создании преимущества стороне обвинения путем ограничения стороны защиты в законных правах сводится лишь к его несогласию с действиями председательствующего судей по руководству судебным заседаниям и принимаемыми процессуальными решениями, как это предусмотрено статьей 243 УПК РФ, основанной на его субъективных суждениях и предположениях и не являются основанием для отвода в соответствии с положением из статьи 1-63 УПК РФ, то обстоятельства, что председательствующий судья в ходе до судебного производства принимал решение об отказе в принятии жалоба в ходу на стороне защиты в порядке ст. 125 УПК РФ не является основанием для удовлетворения отвода. В каких-либо достоверных данных, прямо косвенно свидетельствующих заинтересованности председательствующего в исходе рассматриваемого настоящего уголовного дела адвокатом-дворяком не представлены обстоятельства, исключающих участие судей в производстве рассмотрения настоящего уголовного дела предусмотрено статьями 61-63 УПК РФ, стороной защиты не приведено. При таких обстоятельствах заявление об отводе председательствующего судья удовлетворению не подлежит. На основании изложенного руководства статьями 61-63-65-256 УПК РФ постановило отказать удовлетворение заявления защитника адвоката дворяка об отводе председательствующего судей Босовой. Постановление может быть обжалено в судебную коллегию по уголовным делам и полного суда Республики Хакасия в соответствии с требованиями частью 2 ст. 389.2 УПК РФ совместно с итоговым решением по настоящему уголовному делу.